Ну что, друзья, этот день настал. Сегодня я отыграю своим составом за 25 миллионов монет. Очень долго я оттягивал, как видите, по нулям у моих форвардов. Они уже готовы, они настроены, собственно, как и я. Ну, в общем-то, чё, не будем затягивать всё это дело, не буду перечислять всех игроков, вы уже и так всех знаете. Элсебио тут для красоты поставил, так-то тут будет стоять вот этот типочек, как вы знаете, он вместо Роберто Карлоса бежит на ЛЗ. А Роберто Карлос, собственно, идёт на центрального полузащитника. Буду стараться играть в узкую схему, вот так вот будет выглядеть моя командочка. Большая ответственность на мне лежит, таким составом, как я понимаю, проигрывать не очень, как бы приятно будет. Но играть мы будем в самом боевом режиме, это Викенд Лига, поэтому давайте, друзья, просто без лишних слов постараемся найти нашего первого соперника. Время отклика мне очень нравится, 1 миллион 900 тысяч миллиардов сексиллионов. Нормально, именно в таком, собственно, геймплеем будем играть, смотрим на став первого соперника. Ну, что, нормальная команда. Так, ну чё, мой первый матч за этот ебанутишный состав полетели. Некоторые люди говорили, что я ставил на Цапника и Усебио, но мне Марадоныч в этой фифке больше нравится. Опа, первый удар, ну-ка, ха, 1-0, первая минута, зубастик Роналду с почином. Я не понимаю, почему Роберто Карлос оказывается на ударной позиции, ну, ладно. Ой-ой-ой, Роберто Карлос, через себя пытался ударить, но не получилось. Ай-ой-ой, а вот и провал, друзья, вот и провал. Тихо. Уш-ш-ш, дыхе я. Да что уж все через себя бьете, ну ладно, хорошо, Роберто Карлос. На нахуй, блядь, Роберто Карлос. Видос будет длинным, так что готовьтесь, друзья. Не знаю, насколько вам нравятся такие видосы. Если чё, черканите в комментариях. Любите вы покороче или подлиннее? Баппе только что не забивает выход 1-1, ну ладно, бывает. Так, Маркинеш в центре поле перехватывает. Пока что Маркинеш в центре, кстати, меня радует. Маркинеш снова перехватывает. Маркинеш, бля, Маркинеш тысячу отборов в секунду делает. Так, а вот и опасный момент. Ой-ой-ой. Зубастик! На нахуй, слева, справа. Пятерочка там, пятерочка тут. Так. Ну, Мбапич, пора. Пора забивать. 4-0. Так, соперник тут что-то атакует. Ну, я немножко расслабился, но дыхе я, пацаны. Хороший сейф. Так, ну и Зубастик здесь забьет пятый. Угу. Так, еще один гол. Вот так вот. Ну, вот так вот. Так, ну, я думаю, вот так вот можно сделать. Почему бы и нет? 8-0. Что, друзья? Первый матч. 8-0. Добавить даже нечего. Так, ну, давайте смотреть на Нексапе. Бля, чувак. Чувак, прости, пожалуйста. Просто хотелось бы посмотреть на выражение лица этого пацана. Краснодар называется команда еще. Сейчас еще подписчикам моим окажется. Вот так вот. Делаем вот так вот. И делаем вот так. Р-9. Ты, алло. Пустые ворота почти. Эй, даже в створ не попал. Так. Ну, все, пора. Да вы что прикалываетесь, эй? Бапе Роналду не забивает по пустым воротам. Бля, ну, если это не Ганди Кап, то я хуй его знает. Ну. Хорош, бля, наконец-таки. Мы забили, бля. Так, Р-9, братан. Ну, пора реабилитироваться. Делаем вот так вот. И вот так. Бля, прям вы в рот. Бля, что с Р-9? Так, Р-9. Ну-ка. Вот так вот. Бля, это что? Как он это тащит? Не, ну, это пенальти. Но Р-9 не подведи. Хорош. Давай, 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 Мбапич. Бля, пасы, конечно, у этих карточек просто ебанутые. Прям насквозь проходят. Роберто Карлот все-таки через себя забивает, блядь. Он очень хотел это сделать в первом матче, но во втором вот получилось. Р-9. Ну, все, все, все. Завелась машина, завелась. Так, Мбапич просто как от стоящих уходит. Просто как от стоящих бать, как он заколачивает. Блядь, что за пушка. 5-0. Смотри, подождите, мяч у меня еще. Ну-ка. Ну-ка, блядь. Мальдини. Блядь, Дебрюна охуенная. Дебрюна-то охуенный. Да и Маркиниуш тоже неплох, я смотрю. 7-0. Еще один. 8-0. Ну, все, соперник будет сейчас тянуть время. Ну, почему они не ливают? Ну, отличная тактика от соперника. Просто стоять, перепасывать мяч. Ну, да, тут другого не остается. Ну, просто возьми ливнет. Почему бы не ливнуть? В чем прикол? Поясните. На тебе, блядь, девятый. Все, друзья, наконец-таки этот матч закончился. Соперник так и дотянул до конца. Мбапе лучший игрок матча. Так, на чек состав третьего соперника. Ну, это уже посолиднее будет. Давай-давай, Мбапич. Обгони. Хорошо, обогнал. И уебал. Вот за что я люблю. Так, все, сразу ливнешь. Ну, ладно, хорошо. Так, хорошо. Давайте смотреть на эксцеп. Ой-ой-ой. Вот это, вот это уже конкуренция. Эусебио и Неймар в атаке. 93-й, звездный джокер. Вот это уже будет проверочка. Вот это первая серьезная игра, я думаю, на сегодня. Так что полетели. Так, соперник киберспортсмен. Я это уже чувствую по его перепасовочкам. По его навесикам. Чуть не забил мне сейчас. Блядь, очень вовремя нахуй. Ой-ой-ой. Роберто Карлос, как пробил-то. Так, у него еще пелье в составе, я его не сразу заметил. Тихо-тихо-тихо. Рош. Рош. Просто, блядь, забейте. Я пытался тут одной рукой камеру снова включить, потому что она отключилась. И дать вратарю. В итоге получилось, что получилось. Ой, пеле. Блядь, это гол. Скорее всего, Мальдини. Да. Ой, блядь. 2-0. 2-0 летим. Так, хорошо, ладно. Мы не сдаемся в любом случае, понятное дело. 2-0 это не приговор, поэтому играем дальше. Так, на Р-9. Р-9 развернулся. Файнас. Хорошо. 2-1. Блядь, если бы мне этот нелепый гол, который я сам себе забил, сейчас было бы 1-1. А так, 2-1. Ладно, играем дальше. Ой, Мальдини. Бля, у Мальдини охуенные перехваты. Прям чувствуется, что у него прям скрипты какие-то есть на эти самые перехваты. А вот у Дехея нет таких скриптов. Да. 3-1. Так, хорошо. Вниз. И Р-9. Найс. 3-2. 3-2. Мы все еще в игре. Фу. Уф, потненько. Пиздец, друзья. Блядь. Ну вот сейчас какая хуйня мимо всех пролетела. Ну, пиздец. 4-2. Только забиваю, сразу же пропускаю. Ну, какого хули о Иглесиеса? Р-9. Ну-ка. О, пенальти. Ха. Нормально. Делаем вот так. Потом вот так. Найс. 4-3. Блядь. Ну, нет. Ну, не опять. Дехея. Спасибо. Хорошо. Р-9. Сука. Как хорошо. Ну, нет. Ну, давай соперник. Ну, поиграем. Ну, тянуть начал. Все, блядь. Ой, блядь. Где этот ебаный прессинг? Почему он не работает? Почему этот прессинг сраный не работает, блядь? Ну, заебал. Ну, чувак. Ну, карма. Где ты? Накажи, блядь. Нет, друзья. Он не даст доиграть. Матч нормально. В итоге так и дотянул, блядь. Соперник был хорош. Базару 0. Но в конце вот эта машня. Это, конечно, пиздец. Ну, хэт-трик от Зубастика имеем в любом случае. 4-3. Так, давайте отправимся в следующий матч. Криштиану, Бруно, Бест. После прошлого соперника состав выглядит, конечно, полегче. Так, Мбапич. Ну, отсюда можно, я думаю. Да, да, отсюда можно, я думаю, блядь. Ну, это карта разъебт. Тоти Мбапе. Еще один голешник забивает. 2-0. Я очень зол, поэтому... Сори, соперник. Так. Пас. Роберто Карлос. Мбапе. Ой-ой-ой, Зубастик. Красивый голый. И тут соперник, скорее всего, не выдержит. Да, он решил ливнуть. Верное решение, братан. Так, что у нас дальше? Нихуя, у него тоже Зубастик. Эусебио, Гаринча, ебан. Опять какой-то Кибер достался. Я думаю, самый богатый на районе. А тут смотрите, какие составы. Хорошо, R9 на R9. Кстати, вот эта штука за 20 тысяч. Коротко о моих бесполезных вложениях. Снова какая-то потная херня, друзья. Я уже по первым перепасовочкам чувствую. Что это задр какой-то, да. У него Жоржиньо, Тоти, видимо, тоже, да. Я не знаю, что делать. Он прям вообще перепасовывается. Ноль ошибок. Да, блядь, R9. Ебать, он вколотил. Пиздец он катает. Ну, это просто фантастика. Ну, это прям, ну, я ничего делать не могу. Он еще и денсит. Бля, ну что за токсичный уебан, блядь. Так, не, ну танцы, конечно, ты, блядь, зря сделал. Сейчас я проснусь, нахуй тебе пизда. Давай, давай, есть шанс. Есть шанс. Есть шанс. И надо пользоваться. Надо пользоваться. Ой, блядь. Изизу. Ну, он красиво сделал. Ой, хорошо. Тише, тише. Ой, да хея, спасибо. Давай, R9, беги. Беги, братан. Сейчас или никогда. Сейчас или никогда. Сейчас или никогда, блядь. Задрот, блядь. Но я тоже играть умею. Блядь, да что за отскок. Ну это пиздец, блядь. Ну такой отскок дебильнейший просто. И этот хуило, блядь, каждый повтор празднует. Я, смотрите, какой отскок дебильнейший. Я не заслужил этой хуйни, блядь. Он еще и паузу жмет сразу же. Ну, сука, блядь. Блядь, второй кибер и второй чел, который вот в конце вот так вот тянет. Ну это, блядь, ну это пиздец. Ну че это такое, блядь? Что за трусишки-зайчишки? Статистика показывает, что киберы какие-то очкошники. Блядь, ну посмотрите, блядь, ну че за хуйня? Что за чума, блядь, блядь? Ты пиздец, блядь. Че, да выебывался? Да выебывался! Да выебывался, блядь! Соси хуй, блядь. Просто соси хуй, блядь. 3-3. Да, опять же, возможно, в этом матче я и не выиграю, но... Хотя бы потрепая нервы ему еще немножко, блядь. 3-3, друзья, мы все еще в игре. Тянул, тянул и карма такая, блядь. На нахуй, блядь, я есть на самом деле, а вы у меня не верили. Он, блядь, полностью в оборону сел, посмотрите. Как это вообще проходить, я хуй его знает. Ааа, больно. И зубастик. Да, блядь, зубастик, вот сейчас забей. Да! Да! Нет! Блядь! Так, хватит звонить мне, пиздец, друзья. Просто хотел аккуратненько за Иосевию перекинуть. Пиздец, обидная хуйня. Ой, блядь. Так, давайте следующего соперника. Пушка, Жбутрогению, Маркиниуш. Ну, типа такой, средненький составчик. Блядь, ну это такая хуйня. Ну, почему сейчас мои два игрока друг у друга мячи отбирают, блядь? Нихуя там пушка же, блядь. Через себя мне хотел забить. 1-0. Ух! Ух, блядь, ну я хуйню забил тут, честно. Не, хороший соперник, позорный. Играет достойно тоже. Охуеть. Вот это прошло. Пиздец он меня разъебывает. Нет, соперник это тоже разъеб, Петрович. Пиздец. Да что за задроты одни пошли, блядь. Дайте мне обычных дефолтных челиков. Я пиздец потею, блядь. Как мяч нахуй отобрать у него. Ну, это прям пиздец. Ну-ка, Дебрюна, сделай это. Найс. Прошил так прошил, друзья. 2-3. Есть еще надежда на положительный исход. Давай, Соби выручай. Марадон, еще хороший пас нужен. Хорошо. 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 Хорошо, блядь, нахуй. Хорошо, блядь. 3-3. Мы в игре, друзья. Ну, давай финишную. Финишную. Давай, давай, братан. Финишную. 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 Финишную, блядь. Финиш хим, блядь. Как говорится. Эусебио. Выходит и... Фух. Пока что дарит нам результат. Что, блядь, скрипты подрубились? Я не понимаю. В чем прикол? Почему так легко стало внезапно? Почему так легко стало внезапно? Я не знаю, друзья. Ну, что, как мои соперники играют? Вот так вот, да, вроде? Ага. Два соперника подряд вот так вот играл. Угу. 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 Блядь, охуеть. Я кибер, друзья. Я чувствую, как я становлюсь кибером, играя с киберами. Вы посмотрите, блядь. Летел просто в сухую. Ничего не мог сделать. И тут на нахуй, блядь. Чудо второй тайм подлетел. Фух, друзья. 5-3. Мы закомбечили в этом матче. Невероятные эмоции. Я прям кайфанул. Прям вот хороший матч. Достойный соперник. Состав у него был слабее, но он играл лучше меня. Определенно точно. Так, я думаю, финальный соперник на сегодня. Уже башка раскалывается. Так, Бундеслига, Пирла, Месси. У меня что-то переизбыток фифы уже. Я уже матч девятый или десятый играю, не знаю. Так, я уже понял, что недооценивать соперников не стоит. У меня, конечно, состав разъеб Петрович. Но если чел играть умеет, он мне покажет разъеб Петрович. Поэтому. Так. Зубастик, хорошо. Блядь. Так, тоже что-то какой-то ёбарь мне достался. Греблит, крутится, вертится. Тоже какой-то заебыш. Посмотрите, блядь. Ну, посмотрите, какой контроль меча. Блядь, не знаю, задрот на задроте, блядь, после задрота идет. Ну, это просто пиздец. Какой-то спам задротов, блядь. Ну, это просто невозможно. Ну, типа, это что, блядь, за раскаты тысячелетия? Блядь, ебаный даком не забивает. Ладно. Мне кажется, это какой-то буст. Ну, не может так чел играть с такой-то хуёвой командой. Типа, чел прям разъебывает меня дакой, блядь. 2-0. Ой-ой-ой-ой. На самом деле, я тут уже переиграл немножко. У меня уже, блядь, башка, опять же, разболелась. Она очень долго играет, есть такая хуйня. Не понимаю людей, которые там, блядь, по 100 матчей в ВЛ играют за раз. У Дебрюна хороший лонгшот, я слышал. Блядь, перекладину разъебал. Блядь, Дебрюна, это просто ебаная машина, блядь. Его лонгшоты, это просто пиздец какой-то. Ну все, пизда. Нет, Дехе, Дехе оставляет нам надежды еще. Блядь, как же я потею. Ну просто пиздец. Один соперник поднеет другого. На нахуй. На нахуй, блядь. Зубастик. 2-2. Блядь, я ебал. Какой пот с меня стекает. Блядь, вы просто не представляете. Пиздец. Все, друзья, пенки. Это была потная хуйня. 1-0. Найс, Дехея. Угу, 2-0. А, я знал, что по центру. Сука. По центру я тоже ударю. Блядь. Снова по центру. Нет. Блядь. Хорош. Карлос, ну ты-то должен забить. Хорош. Осталось просто угадать. Лево, центр или право. Лево, центр или право. Лео Месси обычно бьет в правый угол. Но я прыгну в левый. Сука, я угадал. Я угадал, блядь. Бля. Влево. Снова влево. Да что ж такое? Это бесконечная серия пенальти. По центру. Хорошо. Вправо. 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 Чуть-чуть левее. Найс. Маркинеш. Лево, влево, влево, влево. Вот так вот. Хорош. Вправо. Блядь. Он заебал по центру бить. Вправо. 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 Хорош, блядь. Что за пенки, блядь. Давай по центру. Снова по центру. Давай по центру. Я переиграл тебя. Я переиграл тебя, ебаный задрот. Не, ну джи-джи. Это была достойная игра. Ну и давайте. Один бонусный веселый матч. Извелки. Начинается все неплохо. 1-0. Головка и Мальдини. Потом. Маркинш забивает мне в ответочку. 1-1. Потом Роналду Зубастик. 2-1. Что вы думали? Посмотрите, какая красота от Мальдини. И счет становится 2-2. Не, ну вы просто посмотрите. Это что за фильм такой? Может я чуть не знаю? Какая-то ебанутая анимация произошла. Потом Роберто Карлос. Классический гол с центра поля практически. Рарным БП. На нахуй счет уже становится 3-3. Эусебио. 4-3. Тут у меня уже крыша окончательно ехала. Но Дебрюны такой закидывает. И счет становится 4-4. Выходит флешбек Бенземы. Хм. 5-4. Я подумал. Блядь. Надо, короче, показать, кто есть батя. Забиваю 5-5. И, к счастью, в дополнительное время мы выходим. И тут я уже без проблем показываю весь свой скилл. 7-5, друзья. Просто ебанить. А нет. 8-5 даже. Получается, ну конечно, Пайтун. Пайтун должны были мне написать. А вот это вот карточки, за которые я боролся. Да. 86 плюс. Крафтил и получил свое заслуженное говно. Красиво. Все, друзья. Я думаю, что на этом я заканчиваю. Реально уже башка кругом идет. Я сыграл 8 матчей. И давайте подведем итоги. Мбаппе. 8 матчей. 11 голов. 10 ассистов. Более чем достойная стата. Р9. 8 матчей. 14 голов. И 3 ассиста. Ну, Мбаппе пасы охуенные. Поэтому, понятное дело, почему у него столько ассистов. Марадоныч себя очень достойно показывает. 16-19. Кевин Дебрюйна. 3 плюс 3. Карта на самом деле мне зашла. Но оставлю я ее или нет. Вот это вот хороший вопрос. Лонгшоты у него прям вообще ебищие. Маркинюш тоже приятно удивил. На позиции центрального полузащитника вообще не выпадал. Гол плюс 2 ассиста даже дал. Линия защиты. Ну, типа, соу-соу. Ну, опять же, с сильными соперниками ты не чувствуешь всю эту имбовость. Варана и Мальдини. Но, в целом, понятное дело, что это топовые карточки. Дехея. Очень шикарная карточка. Рад, что она мне по линкам сюда зашла. Ну, и замену тоже стоит поблагодарить. И у Сэби у меня парочку раз вытаскивал вместе с Горинчей. Ну, и в целом, какой итог можно подвести? Состав разъеб. Но если у Кибера будет такой же состав, вам это не сильно поможет. В принципе, что логично. Сколько я? Два раза вроде проиграл за эти 8 матчей. Или оба матча я проебал Кибером. И, мне кажется, достойно проебал. То есть, там, не в сухую 5-0, где-то даже я мог и побеждать. Но, в целом, как бы, состав оправдывает. Оправдывает себя на 100%, потому что, ну, играется. Это все очень круто, приятно, классно. И, в принципе, этими карточками я буду впредь играть, наверное, до конца FIFA. Если спрашивать моих личных предпочтений, кто мне больше понравился, R9 или Mbp, оба пиздатые. Оба по-своему классные. Но если выбирать одну карту, наверное, я выберу все-таки Роналду. Ну, типа, Mbp классная карта, несомненно, точно, ну, типа, хуевая карта 6 лямов стоит не может. Но, в целом, если вот спрашивать меня, то я выберу, наверное, R9. Все-таки он меня больше впечатлил, поразил. Называйте это как хотите. Мbp крут, но я его рарная версия очень много играл. И не скажу, что какая-то невероятная космическая разница есть. Разница, естественно, чувствуется, но не настолько космически, как между BabyZubastic'ом и Middle. Middle это прям какой-то запредельный уровень. Так что вот, друзья, протестировали состав. Видеоролик получился долгий. Если вам нравятся подобные долгие видосики, оставляйте комментарии по этому поводу. Вукасы ваши тоже не помешают. А с вами был я, Пандос Фиксович. Всем спасибо за просмотр и чао-какао.